В Назарово прошло совещание на тему межбюджетных отношений муниципалитетов и края. Бюджеты городов и районов ближе всего к народу. Однако в России сложилась такая система, что все основные финансовые ресурсы находятся все-таки у высшестоящих бюджетов. Самый всемогущий, конечно же, федеральный бюджет. Иногда он дает деньги регионам. Затем идут региональные бюджеты. Они иногда дают деньги районам. Ну а сами районы и города, получается, в большей степени зависят от вливаний сверху. Насколько устойчива эта система? Если сложить все доходы всех городских и поселковых бюджетов России вместе, то получится, что за прошлый год они заработали 3 триллиона 138 миллиардов рублей. Для сравнения, доходы одного лишь федерального бюджета за прошлый год составили почти 13 триллионов рублей. А если сложить все региональные бюджеты страны, получится 8 триллионов рублей. То есть муниципалитеты имеют доход в 4 раза меньше, чем федерации, почти в 3 раза меньше, чем регионы. Впрочем, у нас в Красноярском крае ситуация выглядит более ровно. Если доходы краевого бюджета составили в прошлом году 140 миллиардов рублей, то совокупные доходы всех краевых городов, поселков и районов почти 111,5 миллиардов рублей. Не такой большой разрыв. Но в чем мы точно похожи на остальных, наши муниципалитеты также сильно зависят от финансовых вливаний из вышестоящих бюджетов. Если объяснять совсем упрощенно, то доходы местной казны складываются из собственных заработков, то есть налогов, сдачи в аренду или продажи муниципального имущества, субсидий, субвенций и дотаций. Субсидии – это прямая помощь из краевой казны, а субвенции – это деньги, напередаваемые районом полномочия. Но опять же, из краевой казны. Так вот, если взять прошлогодние 111 миллиардов совокупных местных доходов, то на каждый источник придется треть. Одну треть муниципалитеты зарабатывают самостоятельно, остальные две трети – субвенции, субсидии и дотации. Так уж устроена наша бюджетная система, причем она постоянно меняется. Обязательства то появляются, то забираются. Показателен прошлый год, когда у муниципалитетов забрали расходы на здравоохранение и содержание улично-дорожной сети. Эти обязанности перешли на краевой уровень, а вслед за ними, конечно же, и часть доходов. Но в рамках разумного. Здесь, что очень важно, территории нисколько не потеряли в объеме средств, а большинство территорий даже выиграло от этой передачи полномочий. О чем я говорю? У нас раньше существовали единые нормативы по налогу на доходы физических лиц. С 2012 года мы ввели дополнительные. У нас сегодня более половины муниципальных образований, 100% налога на доходы физических лиц поступает в местный бюджет. Это как раз является стимулом для организации соответствующей работы. Надо заметить, что краевые финансовые власти прекрасно понимают зависимость местных бюджетов от субсидий и дотаций. А потому стараются помочь муниципалитетам на всех этапах бюджетного планирования. Это характерно даже в отношении самого крупного муниципалитета-донора, города Красноярска. Он тоже получает средства из краевого бюджета и получает без каких-либо задержек. Они поступают всегда своевременно, есть регламент, разработанные сроки всегда соблюдаются и очень жестко контролируются. Потому что в крае сейчас и в крае, и в городе работают представители, федеральные инспекторы, представители президента в федеральном округе. И поэтому вот эти все вопросы контролируются. Параметры бюджета всегда сначала защищаются в крае, всегда защищают город. То есть обсуждается в комиссиях городского совета, обсуждаются программы отдельно целевые, которые существуют в городе. Затем все эти цифры утверждаются в министерстве. Край, понимая значимость сбалансированности местных бюджетов, всегда старается подстраховать. Хотя применяются и поощрительные механизмы. В условиях, когда даже у регионального бюджета не так много средств, а делиться с городами и районами нужно, используется конкурсная основа. Предусмотрены соответствующие средства в объеме 100 миллионов рублей на один год в целях оказания дополнительной финансовой помощи органам местного управления по итогам деятельности за предыдущие три года. Другими осуществляется оценка некая, существует методика, по которой мы оцениваем работу органов местного управления. Данная методика включает несколько основных важных показателей, собственно говоря, показатели, на которые могут повлиять органы местного управления. Это, как я уже сказал, земельный налог, налог на имущество физических лиц, это уровень средней заработной платы в экономике муниципального образования. Такие межмуниципальные конкурсы дают свой эффект. Города и районы стараются улучшить свои показатели и получить за это дополнительное финансирование. К слову, в списке муниципалитетов-лидеров за последние годы произошли некоторые изменения. Безусловно, самые большие бюджеты по доходам традиционно у Красноярска и Норильска. Но вот следом теперь идут северные территории, на которых закипела инвестиционная активность. Туруханский, Багучанский и Северо-Енисейские районы. А после ввода золотодобывающих фабрик и предприятий Нижнего Приангария, доходная база этих муниципалитетов еще значительно вырастет. Вообще же, по итогам прошлого года, консолидированные, то есть общие доходы всех краевых городов, поселков и районов Красноярского края, приросли на 5%. Немного, но это рост. Не все регионы России могут похвастаться активностью своих местных бюджетов.